Музыка Сейчас немножко Макс расскажет о том, как мы взяли машину на прокат. Только что-то Максу голову обрезало. Потому что у меня руки короткие. Потому что, мне кажется, это очень полезная информация для тех, кто тоже любит так же путешествовать на машине. Это очень комфортно. Особенно если вы путешествуете вот так вот компашкой четырех. Поиски машины мы начали еще в Киеве. И у нас главный критерий был так, чтобы мы не хотели, чтобы на нашей карточке замораживали определенную сумму. То есть обычно во всех страховых, не страховых, а прокатных конторах замораживают от тысячи до полторы тысячи евро. И эта сумма, это есть ваша франшиза. То есть если вы, например, берете машину, стандартная цена за машину включает в себя обычную страховку. Но если вы не хотите, чтобы... Замораживали сумму на карточке. Да, да, да. То нужно брать с страховкой ACDV. С этой страховкой у вас будет нарывая франшиза, и вас как бы ничего не будет никто замораживать. Получается, машина обошлась в нас 38 евро. Вот эта вот страховка ACDV 52 евро. Потом страховка от пробивания колес, от потери ключей, от разбития стекол. Стекол и зеркал еще 25 евро. Ну и доплатили еще... Попрямляли машину вот на Леху. На друга, конечно. Да, ему вот 25 лет только, и поэтому это считается как молодой водитель. То есть до 25 лет нужно еще заплатить, по-моему, или 15... А, 20 евро, да, за молодого водителя. Вот такую машинку мы взяли на прокат. И всего нам все получилось на 130 евро. Вместе со всеми страховками. Страховка от пробивания колес, от потери ключей и с нулевой франшизой. Ну и так вот нам получилась вся машина на неделю со всеми страховками 138 евро. Фирма, в которой мы арендовали машину, называется Afterend. Точка ПТ. Ссылку мы оставим в описании. Потому что реально прикольные чуваки. Да, реально. Мы бронировали машину, все от Ибица должны были дать, но дали нам Volkswagen Polo 2016 года. Ну, короче, одна из последних моделей. И с пробегом 60 тысяч. Сейчас считаю, что это не очень много. Ну, грубо говоря, почти новая машина. Дали помытую, чистенькую. И забрали нас в аэропорту? Да, забрали. Там есть бесплатный трансфер от аэропорта. Фирма эта находится в одном километре где-то от аэропорта, но у них есть бесплатный трансфер. И они прям тебя встречают вот возле выхода из аэропорта. Для оформления машины нам понадобился только паспорт, водительские права. Да, и карточка. Но карточку деньги не замораживают. Это нужна просто карточка для отстраховки. Карточка нужна только для их неподстраховки. Потому что, вот как они говорят, что если случится ДТП или какая-нибудь авария в случае алкогольного опьянения или употребления каких-то наркотиков, тогда все страховки, они не действуют. И вот только на этот случай нужна ваша карточка. Тут еще есть услуга как второй водитель. Она нужна для того, чтобы машины могли управлять несколько человек, если хотите. И страховка будет распространяться на двух, трех, четырех водителей. Да, потом там есть еще такая штука. По-моему, она называется ТОЛ или как-то... Ну, короче, транспондер, который... Да, с помощью него вы сможете ездить по платным дорогам и без оплаты наличными. То есть вы проезжаете в специальные ворота. Этот транспондер привязывается к вашей кредитной карточке. И когда вы начинаете ехать по платной дороге, то автоматически с этой карточки будут списаны деньги. Из фаровлаг уж есть как платная дорога, так и бесплатная. Если вы поедете по платной дороге, то этот транспондер вам будет необходим, потому что вот именно вот на вот этом участке есть возможность оплаты только вот через этот транспондер. Нельзя платить ни наличными, ни карточкой, только вот через этот прибор, который цепляется под стекло. Этот транспондер не брали, потому что мы решили оплачивать или наличными, или вот при помощи карточки. Но мы поехали по бесплатной дороге, я бы не сказал бы, что она сильно плохая, но наоборот хорошая. Только единственный нюанс, там одна-две полосы, и иногда могут быть небольшие пробки. Ну и все неудобства на этом заканчиваются. Тоже нужно, когда ты выезжаешь за границу... Да, кстати, если вы хотите выехать, например, в Испанию, то нужно заказывать дополнительную страховку, которая будет действовать на территории Испании. Она стоит, по-моему, около 20 евро на... Ого, шмель. На 7 дней. Бензин в Португалии стоит около 1,5 евро. Мы увидели заправки 1,50 евро, 1,60 евро, 1,55 евро. Кстати, расскажи, что бак дают полный? Нет, бак дают... Да, то есть когда берешь машину в аренду, то ты должен вернуть ее с таким же количеством бензина, как и когда взял машину. Ну, можем вот еще вид показать. Смотрите, какой тут вид. Вот, как-то так. Из Лагуша в Лиссабон мы тоже ехали по бесплатной дороге. Это у нас заняло примерно часа 4. Если бы мы ехали по платной дороге, то это было бы где-то 2,5 часа. Дорога была хорошей без ям, но все так же по одной полосе в каждую сторону. Еще в Киеве мы скачали себе очень удобные офлайн-карты, называется Maps.me. Эта карта удобна тем, что она не требует подключения к интернету. Достаточно один раз скачать себе на телефон карту той страны, куда вы едете, и все. И на ней очень удобно прокладывать маршрут, на ней видно все местные достопримечательности, магазины, заправки, парковки, ну и тому подобное. Ссылку на эту карту мы оставим под описанием к этому видео. В Лиссабон мы заезжали по мосту Васко-да-Гамма, это самый длинный мост в Европе, его длина около 13 километров. И что самое интересное, въезд на мост стоит 2,8 евро, а выезд бесплатный. Если вы хотите рассчитаться наличными за въезд на мост, то тогда обратите внимание, чтобы возле того шлагбаума, к которому вы подъезжаете, не было сверху надписи Via Verde. Если есть такая надпись, то проезд будет возможен только если у вас в машине установлен транспондер. Если вы вдруг соберетесь ехать на гору Фойя, а мы туда рекомендуем поехать, потому что это самая высокая точка Португалии, ее высота, по-моему, 1200 метров, то можем порекомендовать вам заправку, которая находится на подъезде к городу Маншик, если я его правильно называю. Бензин там стоил 1,5 евро, при том, что везде в Португалии дешевле, чем 1,58 мы не встречали нигде. И еще один интересный факт о заправках в Португалии. Мы один раз заправлялись на заправке Прио Энерджи, заправились на 20 евро через терминал самообслуживания, но потом увидели, что у нас сняли не 20 евро, на которые мы залили бензин, а 100 евро. Оказалось, что 100 евро они замораживают на 3 дня, и потом снимают ту сумму, на которую вы заправились. То есть заправились мы на 20 евро, сняло у нас 100, и через 3 дня 80 евро вернулось. Но такое случается только если вы заправляетесь через терминал самообслуживания. Поэтому по возможности лучше рассчитываться через кассира. Спасибо, что просмотрели это видео, надеемся оно вам было полезным. И если вдруг у вас остались какие-то вопросы, то не стесняйтесь, спрашивайте в комментариях под видео, и мы обязательно вам ответим. Ну и не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...